Гонор Гейнзон Сыновья и мировое господство. Роль террора в подъеме и падении нации. Смелое название. Работа Гонора Гейнзона распадается на несколько частей. Я сразу скажу, просто, так сказать, для, ну что ли, общей оценки. Сарацин, о котором я говорил в предыдущем ролике, назвал эту книгу не менее важной, а то и более важной, чем Капитал Маркса для своего времени. И вообще этот Сарацин многими вещами еще отличался в своих категоричных суждениях. Он сам, например, издал книгу под название «Германия самоликвидируется». Есть такая примета, иногда ей пользуются, говорят, что вот начинают слишком часто рождаться мальчики, это примета к войне. Но это из народных поверьей, как вы понимаете, Гейнзон опирается не на них. И вообще я должен сказать, что в свою теорию, которую он выстраивает, принимать ее или не принимать, это разговор отдельно. Я сейчас поставил своей целью изложить суть этой теории, а потом уже мы с вами пофилософствуем на предметы, насколько она гуманистична, насколько приемлема и так далее. Так вот, он, тем не менее, обратил внимание вот именно на этих самых мальчиков. И вообще такие вот фразы можно вычитать в его работе. То есть вот то, что происходит в сегодняшнем мире, он назвал так, что это злокачественный демографический приоритет молодежи. Видите, на молодежь ополчился. Но давайте не будем спешить с обвинениями, а попытаемся понять, что же, собственно, он пытается тут сформулировать. Он заявляет такую вещь, что, ну, как я уже сказал, он вносит в математику свои рассуждения, что по его концепции, по его взглядам на представителей мужского населения в возрасте от 40 до 44 лет должно приходиться какое-то количество мальчиков, то есть только что родившихся. Ну, скажем, он берет от нуля до 4 лет. И он начинает выстраивать статистическую схему такую. То есть он берет вот 100 мужчин возраста, как я уже сказал, 40-44 года. Ну, понятно, то есть это самый продуктивный возраст в жизни человека, мужчины в частности. Он обходит, видите, женщин в своих рассуждениях. Но я предупредил, мое дело пока изложить его теорию, поэтому не спешите с нападками на меня, это он говорит, и не я. Так вот, мужчин 40-44 года, как я сказал, самый продуктивный возраст. И вот он считает, что если на них приходится порядка 80 мальчиков, то это нормальное соотношение. И тут же он приводит другие цифры. 150. То есть Германия по концепции, по взглядам, ну или по статистическим данным, которые собрал Гуннер, не соответствует Германия не дотягивает до этих 80, которые должны бы быть на 100 мужчин в возрасте 40-44. А вот рядом он ставит другую цифру из другой области, он берет сектор газы, не надо представлять, знаете, что это такое. Там на 100 мужчин в возрасте от 40 до 44 приходится мальчиков 464. Ну, кому не лень, можете посчитать проценты. И дальше он начинает использовать такой вот термин. Я специально подглядываю, чтобы все-таки вот получалось, как он это формулирует, а не моей интерпретацией. Он это называет демографическим сбоем. То есть то, что произошло в Германии, когда вот этой молодой поросли не хватает. И по мысли, значит, Гензона Германию, Японию и ряд других стран в ближайшем будущем ждет, как он выражается, в общем-то, сдача своих позиций, позиций, которые эти страны занимают в мире. Тут же он предлагает для сравнения схему, а что же происходит в мусульманском мире. И вот, например, в Ираке на 100 мужчин 403 мальчика. В Ираке на 100 мужчин 351 мальчика. В Сомали на 100 364 мальчика. То есть несоответствие. Опять же, повторюсь, я буду упорно это повторять, потому что я сейчас хочу вам изложить концепцию Гензона. Как он ее формулирует. Чтобы пока у нас с вами не возникло тут, пока диспута с моим взглядом на этот вопрос, я свой взгляд пока держу в стороне. То есть дальше он делает вывод, что именно вот в странах, которых начинает преобладать, сильно преобладать, молодое население, мужское, снова он говорит о мужском возрасте, от 15 до 29 лет, где они составляют больше чем 30% от общего населения страны, именно в этих странах начинают происходить самые, что ни на есть, вот неприятные вещи. И дальше он заявляет, что в сегодняшнем мире существует 67 стран, 67, с демографическим приоритетом молодежи. И дальше он пишет, что в 60 из них уже происходит либо массовый геноцид, либо гражданская война. Дальше что заявляет Гензон? Он считает, что экономическая и гуманитарная помощь стран, попавшим в этот список, то есть где произошел вот этот демографический взрыв, так вот он считает, что и помощь этим странам не то чтобы бессмысленна, а она вредна. И дальше он будет приводить примеры, во что это оборачивается. Например, Америка в свое время послала войска в Ирак. Он считает это грубой ошибкой, что ничего из этого хорошего получиться по определению, с его точки зрения, не могло. Или, скажем, вмешательство в Дарфуре. Точно такая же ситуация. И результат всего этого, то есть когда мы вмешиваемся, когда мы, когда я говорю мы, вы поймите меня правильно, что я сейчас пытаюсь все это произносить с позиции вот Гензона, и поэтому когда я говорю, что мы вмешиваемся, он является представителем западного общества, значит, вот, вообразите себе, что я сейчас олицетворяю или представляю вот то, что он произнес, просто озвучиваю. Так вот, с его точки зрения, всякие вот такие вмешательства приводят к чему? То есть, с одной стороны, уничтожается диктатура в этих странах. Диктатуру уничтожить вроде хорошо, да? Вспомните там Сандама Хусейна, вспомните там других диктаторов. А с другой стороны, начинается вот этот вот демографический взрыв, о котором он говорил, или продолжает говорить. Ну, далеко не надо ходить. Пока в этих диктаторских странах правили диктаторы, в той же Ливии, в том же Ираке, назовите там другие страны, Европа продолжала жить своей жизнью, и, в общем-то, не ощущала проблемности, происходящей или наблюдающейся там. Ну, можно говорить, что Европа закрывала глаза, что ей было наплевать на этих несчастных людей и так далее. Но с той минуты, когда Европа, Америка, в данном случае тут они действовали вместе, стали вмешиваться во всё, что происходит там, и диктатуры рухнули, исчезли, то результатом этого явилась вот та самая картина, которую мы с вами наблюдаем сегодня. И что же делать в этой ситуации? Я уже начал с того, что вот те три философа, которых я перечислял в предыдущем ролике, я называл того же Гейнзона, Сарацина, называл ещё одного, они предсказывали, что события, которые мы наблюдаем сегодня, именно и произойдут в 21 веке. Они даже даты почти что угадали, они сказали, что это произойдёт в 20-30 году. Ну, видите, не сильно ошиблись, мы это с вами всё наблюдаем в 15-м. Но в чём же дело? И как вообще всё это остановить? Ну вот давайте о том, как всё это остановить, или во всяком случае, как видит возможность подобной остановки вот этого процесса Гейнзон, мы с вами поговорим в следующем ролике. А сейчас я с вами опять попрощаюсь. До следующей встречи. Всего хорошего.